РТР Молдова 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 РТР Молдов РТР Молдов РТР Молдова своим, не знаю, субботним вечером, вечером в течение недели. Вот не пойти там куда-то развлекаться, а вот прийти и потратить это на то, чтобы подумать. А почему бы и нет на самом-то деле? Я вот как-то играл в Сити Квест, было это давно, но действительно увлекает. Так я сама-то играла и играю. Я к тому, что неужели остальные готовы пожертвовать своими? Да, конечно, готовы. Это сам же отдых. Ты приходишь, отдыхаешь не за бутылкой пива, а отдыхаешь в приятной компании, в хорошей атмосфере, пораскинув немножко мозгами. Это тот же отдых, так что его нельзя назвать какой-то работой или еще чем-то. Да, это соревнования, но это отдых. Какие-то еще городские игры планируются? В смысле? В ближайшее время. Есть планы организовать что-то еще? Помимо того, что мы уже делаем? Да. Ну, есть, конечно, хотелось бы что-то такое грандиозное сделать, на что нужно очень много усилий, как интеллектуальных, так и организационных, приложить. Не знаю, посмотрим. Мы как-то пробовали два года назад сделать выездную игру, которая проходила абсолютно полностью за пределами города. Мы провели работу над ошибками, поняли, каковы были наши минусы. Может быть, этим летом мы сделаем какую-то двухдневную игру с ночевкой. Здорово. Если вы езжаете, то куда? То есть, далеко от города или окрестности? 20, 30, 50 километров. Может быть, в Бельце поедем. Не знаю, надо будет посмотреть, где более интересная будет территория для нас. А вот вообще, кто придумывает, точнее, вопросы? Кто ищет места для... Ну, этим занимаемся, конечно, у нас команда состоит из пяти человек. Все ребята довольно грамотные, эрудированные. Ну и, конечно, тут нужна смекалка, и глаз должен быть набит на то, чтобы понимать, как правильно составить загадку для квеста, и как нужно правильно преподнести тот или иной факт в вопросе квиза. Это очень важный момент, потому что игроки очень-очень педантичны в формулировках вопроса. Бывает, что... Если есть ошибка, могут и спорить. Да, 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 конечно. И тут мы настолько педантичны, немцы рядом не стоят по сравнению с нами, с нашими игроками. Все вопросы абсолютно делаем мы. На это уходит очень много времени, как на поиск информации, так и на составление вопросов, потому что просто дать тупо какой-то факт, назовите это или назовите то, данным давно уже никому не интересно. Мы пытаемся построить вопросы таким образом, чтобы даже не зная того или иного факта, благодаря условию вопроса можно было выйти на него логически. Это наш как бы конек. Как обычно выглядят вопросы? Я слышал, то есть идут в виде загадок. Идут в виде загадок, правильно? Давайте сейчас, если мы говорим о квизе, то в большинстве своих случаев это текстовые вопросы. Либо ребусы. Да, либо ребусы. Квест, в принципе, там может быть все что угодно. Вам могут дать несколько предметов, пару горошин, желудь, еще что-то. Что-то может быть спрятано под желудем. Как сказки. Еще что-то. Надо включать воображение, ассоциативное мышление. Концентрация внимания зашкаливает за пределы. То есть, если дают три желуди, надо искать место, где растут три дуба. Да. Вполне возможно такое. Да, вполне возможно. А вообще Кишинев еще не изъездили вдоль и поперек? Еще есть для квеста задания, места для задания? Мы года три назад паниковали. И игроки тоже паниковали. Говорили, Кишинев не резиновый. Что дальше? Да, что дальше? Куда дальше будем ехать? Ну, несмотря на это, с каждым днем у нас что-то разрушается, что-то забрашивается, что-то перестраивается. И всегда появляются новые места. Благодаря нашей фантазии, слава Богу, с этим у нас все хорошо. Одни и те же места мы можем загадать абсолютно по-разному, что люди даже не подозревают, что это то место загадано. Вот у нас в прошлую субботу многие команды были приятно удивлены новым поиском. Казалось бы, в месте, где все давным-давно исследовано, было найдено еще одно очень-очень интересное место, которое всем понравилось. Вообще, сколько уже существует эта игра в Кишиневе и сколько она насчитывает лет по миру? Ну, по миру мне вообще сложно сказать, когда появился первый подобный проект. Но Сити-Квесту в прошлом году было пять лет. Мы летом праздновали пятилетие. Вчера у нас был юбилей игр в заведении. Это самая молодая ветка. Нам вчера был годик. Все пришли нас поздравить. Мы очень классно провели время. Провели лотерею беспроигрышную. Проекту пять лет. Квесты, ну, примерно там плюс-минус год-полтора, наверное, появились. Мы подхватили эту модную тенденцию. Точнее, подхватили ее другие ребята. Потом ее переняли, усовершенствовали. И на сегодняшний день мы гордимся тем, что это единственный проект подобного рода, который существовал за всю историю в Кишиневе. Абсолютно made in Moldova. Все. Как и концептуально, так и технически. Программа, вся наша информационная платформа, все сделано нашими руками. Мы не относимся ни к какой франшизе. Вопрос. Говори. Я же должен позволить тебе сказать. Спасибо, ты настоящий джентльмен. Мне вот просто интересно, по городу, когда выполняются задания, не случалось ли такого, что какие-то опасные моменты возникали? Или там с органами правопорядка какие-то столкновения? Или вообще, может, игру приходилось останавливать? Ну, на заре развития проекта, да, конечно, действия наших игроков и нас самих вызывало недоумение как у местных жителей, так и у органов правопорядка. Очень долго приходилось объяснять, что это такое, что мы не нарушаем. Ну да, бегущие в темноте с фонариками люди, непонятно чем занимающиеся и что ищущие. Наши действия, в принципе, проходят все в рамках закона. Мы не нарушаем ни закона частной собственности, ни нарушаем скоростные режимы. Да, конечно, тут не знаю, что все ездят 50 км в час. За участников, в принципе, ручаться невозможно, да? Ну да, да. Адреналин все-таки делает такое. Но каждая команда понимает, что прибавив чуть-чуть скорости, их может остановить сотрудники правопорядка, и они потеряют намного больше времени, так что все стараются ездить, соблюдая скоростной режим и правила дорожного движения. Это у нас, как мы сами постоянно говорим об этом, так и есть некоторые участники, которые просто-напросто, это их жизненная креда, не нарушать правила дорожного движения, и они следят во время игры за другими командами, говорят, так, красный свет, стоим. Что касается, вот меня интересует техническое оснащение. Чем обычно пользуются игроки? Ладно, я понял фонарики. Скорее всего, наверное, GPS на виграторы. Нет, GPS, к сожалению, у нас очень мало карт GPS подробных. Я не говорю уже про Молдову, Кишинева достаточно. Мы не загадываем такие изъезженные улицы, у нас бывают улицы, которые даже таксисты не знают, где они находятся, а тем более карты GPS. Мы пользуемся либо интернет-ресурсами, это PointMD, либо таксистской картой, всем известной. Ну и многие игроки уже, в принципе, все улицы знают наизусть. Достаточно иметь хотя бы один телефон с выходом в интернет на команду, пара фонариков, светлые умы и автомобиль. Хорошее настроение. Да, ну и, конечно же, хорошее настроение. А если не захватили из дома хорошее настроение, вы там его подцепите. Конечно, можно для удобства взять и ноутбук, но редко кто этим пользуется. У нас все задания решаются благодаря собственным знаниям. Я слышал, что команда выстраивается следующим образом. Обычно несколько человек, это как бы штаб, который продумывает задания, и несколько человек бегают по городу. По-прежнему еще сохранено такое разделение? Нет, нет, нет. У нас нет такой дефрагментации на штаб и поле. Это в других проектах была подобная концепция. Мы считаем эту концепцию немножечко неправильной. У нас, да, конечно, есть команды, которые пользуются штабом, но, тем не менее, они не пассивные. Они тоже играют, тоже разгадывают и чаще, быстрее это делают, нежели штаб. Потому что бывают некоторые задания, которые можно решить только лишь посредством тех предметов, которые были получены от организаторов. То есть, уже будучи на месте. Да, будучи на месте или там что-то увидеть, очень сложно передать или описать штабу, что ты там видишь или что ты получил. В этом плане современные технологии, телефоны, на которые можно сфоткать, ММС и отправить, вот, конечно, огромный плюс. Да, когда начинали, конечно, первые игры проводились, еще не было у нас программы статистики, задания выдавались СМС-ками. Вот тогда было забавно. А чем сейчас, вот кроме каких-то, я не знаю, элементов, чем сейчас выдаются задания? Ну, у нас есть своя программа статистики. А, то есть, которая там, я не знаю, на смартфон прошивается, да, или еще куда-то? Нет, ну, просто путем выхода в интернет. А, сайт. Да, да. Можно сказать сайт, но это не совсем сайт. Своя как бы... Да, наша программа, вход в которую можно осуществить посредством мобильного интернета, либо стационарного интернета, ты получаешь пароль от организаторов и заходишь под своим логином. И получаешь задание в четкой последовательности, без опоздания, до доли секунды. Ну, и вообще можно какую-то, скажем так, статистику в плане, сколько человек у вас играют во все эти игры? Ну, регулярно играют, ну, примерно, наверное, порядка 150-160 человек, это во все игры формата сити-квеста. Так, на квизы, это более популярные у нас пока игры, приезжает там порядка 20-25 команд. На квесты, ну, в силу того, что сейчас зима, приезжает чуть поменьше команд, а обычно приезжает там 10-15 команд. То есть, есть команды, которые участвуют и в том, и в другом виде. Конечно, конечно. Что ж, дорогие друзья, присоединяйтесь и вы, это же очень интересно, очень занимательно и познавательно. Вот, я, кстати, тоже для себя подумал, может быть, тоже присоединиться. Я предлагаю сделать команду РТР Молдова и ворваться, и всех победить. Тем более, смотри, быстрые машины найдем, а там посмотрим. Спасибо большое. Самое главное, светлые умы найти. Ну, этого у нас хватает, скромно сказали мы. Спасибо большое за интересную беседу. Дорогие телезрители, действительно подумайте хорошенько, впереди выходные, вам есть чем заняться, мы вам столько предложили вариантов. А мы желаем вам удачи в ваших новых играх, в их сочинении, придумывании, проведении и будем участвовать. Ну, Евгений, прежде чем мы попрощаемся, у нас есть традиция, которую мы доносим всем нашим гостям. У нас программа поздравительная, в частности, от наших телезрителей. Приходит сообщение, и задача гостя обычно прокомментировать какое-то сообщение. Ну, то есть, то, что прокомментировали, добавить несколько своих слов. Итак, поздравляю свою тетю Галину Александровну с днем рождения. Желаю ей быть такой же красивой, счастливой и доброй племяннице Ольга. От вас пару приятных слов тете Галине Александровне. Галине Александровне тоже передаем поздравления от всего коллектива проекта «Сити Квест». И пусть ее жизнь будет, как все разгаданные загадки. Спасибо большое. У нас следующая музыкальная композиция. Вернемся в студию через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин